Всем привет, друзья! Сегодня я готовлю нам ужин. Ужин у нас такой будет. Смотрите, у нас будут пирожки и тесто я купила. Купила у нас тут есть кулинарный магазин, очень даже неплохой. Мне нравится там покупать тесто иногда. А какая у меня будет начинка? Начинка у меня будет такая. Смотрите, я взяла творог, сыр потерла, зеленый лук. И вот творог у нас сухой. Мы купили сегодня творога. Он сухой. Я в сыр и в творог добавила одно яйцо, посолила и добавила йогурт, который у нас продается. Обычный йогурт, не сладкий, никакой. Он просто обычный, классический называется. А здесь у меня будет лук, яйцо. И чтобы это было немножко повкуснее, я растопила буквально 50 грамм сливочного масла. Сейчас все это перемешаю, посолила. Вот такая начинка будет вторая. Так, здесь я сварила бульон. У меня грудинка говяжья. Буду готовить солянку. Солянку я буду готовить из банки, которую я готовила на зиму. Лука зеленого у меня много. Это я специально заготавливала на пирожки. Он крупный и очень-очень нежный. А это тоже нежненький, только очень-очень меленький. На зиму я замораживала. Это у меня все из замороженного лука. Я не покупала зеленый лук. Налепила я 19 пирожков с одного килограмма. И у меня вот начинка осталась, как на Маланину свадьбу развела. Ну и я еще с того килограмма буду стряпать. Хотя тут тоже начинки полно. Посокрушалась то, что внучка моего здесь нет. Он бы, наверное, порадовался. Кстати, я там никогда не пекла пирожки, ни беляшки, ничего этого я не пекла там. Наверное, бы покушал. Он любит пельмешки. Я сготовила дочь ему варить до сих пор их. Пошла печь. Чтобы надо эти спечь, потом следующие будут стряпать. Быстренько на двух сковородочках напекла. Вот такие румяненькие бочочки у них. Ммм, запах тоже вкусный. В общем, эта партия готова. Буду готовить следующие. Так, вас снимает скрытая камера, мужчина. Вот мой помощник верный. Моет мне картошку, принес погреба и моет. А я пока готовлю соляночку. Вот видите, у меня уже тут кипит, картошечка варится. Там морковочку решила зажарить. Хоть здесь все есть, банку добавила и все. Вот она солянка, это 2019 год. Но так как у меня кастрюля большая, я сейчас посмотрю, одной баночки, наверное, мало будет. Хочу маме, хотим маме унести супчика, да, Юра? И пирожочков. Будем красными шапочками. Смотрите, сколько пирогов получилось. Целая гора румяных пирожочков. Ах, какой запах от них вкусный. И соляночка уже почти готова. Не почти, а уже готова. Я даже зелень засыпала. Вот она еще кипит. Сейчас я уже убираю. Мы сейчас покушаем, мы маме постараемся увести. Я тут на нее как-то обиделась. Она варила ей супа и каши пшеной унесла. Она мне, ой, ты такое соленое приготовила, как я это буду есть. Я уж соленое вообще не готовлю. Думаю, все, больше не буду носить. Ну, куда деваться? Мама же. Разлила нам соляночки, я со сметанкой буду. Приятного нам аппетита. Вкусно. Съела несколько ложечек, думаю. Ой, какая вкуснятина. Очень вкусно. Ты с чем пирожок делал? С яйцом, с луком? Вкусно? С чем попался? Ну да, вкусно. Собрала маме незатейливых гостиниц пирожков, соляночку и варенье. Из груши с маком тоже варила на зиму. Пусть попробует, она не пробовала такой. Пошла я одна к маме, и куда меня Юра не повез. Он сказал, что он сегодня столько находился, и что у него очень много работы. Вот такие вот мужчины. Обещают и не выполняют. Мне деваться некуда, идти надо. А вот это у нас тут так шлак высыпают. Сейчас хоть и мусор забирают каждую среду, все равно умудряются гадить на дорогах. Пошла бы пешком, но одной опасно все равно идти. Раньше там по тропинке ходили, а сейчас там нет тропинок. Никто не ходит. Тяжело очень добираться. Казалось бы, вот рядом одна остановка. А тут такие барханы. Мне тяжело, правда, мне страшно. Водитель на поле устроил тут задержку. Молодой. Садятся за руль такие молодые. Ехать не может правильно. Ну вот я доехала, продробла на остановке, выскочила. Тоже без ничего. Не знаю даже, как я здесь пройду. Никак. Вообще здорово. Мам, я ключи забыла, открой мне. Ну я иду с остановки. Хорошо. Я точно прошла. Маме принесла, она тут радуется, бегает. Ее сын заставляет худеть. Поэтому она говорит, я так и подумала, что ты мне покушать принесла. Довольная. Всякую херню. Мам, наверное, отключена микроволновка у тебя. Да. Съездила я к маме. Пришла на остановку, назад собралась. Какая темень на улице. Что-то так страшно здесь стоять. Никого что-то нету. Время позднее, в 9 часов уже кто не ходит. Простояла на остановке, 25 минут замерзла и пошла пешком. Иду, ветер в спину, так что мне жарко. Ну, иногда приходится вот так сходить с дороги. Но это лучше, чем стоять. Время-то не позднее было. Я вышла без 25, по-моему. 9. Никаких автобусов. Какой-то отсталый город совсем, что ли. До скольки автобусы ходят, надо узнать. Я так прикинула, если с ВРЗ автобусы в 9 отъезжают. Это с Барнаула. И, допустим, они привозят в Алтайку людей. Но я и подумала, что как-то же их развозят по домам. Ну, они разъезжаются. Раз в такое время и выезжают. Мало ли, может, люди работают. А вот не дождалась автобуса. Да и остановки как-то все пустые. Вот моя деревня. Вот мой дом родной. Короче, почти подошла к дому. И хочу сказать, что пока шла, ни одного автобуса в мою сторону не ехала. Представляете, простояла бы там на остановке. Только промерзлась бы. А сейчас и прошлась польза. И... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok